Конь, проверь, проверь, если будет опасность, говори Сэм, хай, с вами Юджин и я взбудоражен, потому что сегодня мы наконец-таки стартуем новую серию летсплеев по хоррор игре Давненько у нас не было адских хорроров, а эта игра, The Beast Inside, считается очень адской По крайней мере, то, что я про нее слышал, что, мол, она мега жестко, стрёмная, обосрашенная и прекрасная тем временем И к тому же, она уже бестселлером стала, насколько я видел В Стиме она продается, как пирожки горячие, которые я не готовлю, никогда не умею В общем, друзья мои, как я обещал, после того, как мы прошли с вами Observation, космическую игру, триллер Теперь мы поиграем в этот адский хоррор Если вы готовы, приступаем У меня наушники громко Где? Где я? Игра с женщиной? За что? Господи, за что? Адам? Адам! Зачем ты преследуешь нас? Из-за работы Адама? Что тебе надо? Зачем ты мучаешь семью? Нет! Адам! Нет Что ты сделал с Адаму, господи? Окей, ты гробуй адским Адам На войне без потерь никуда Нет, мы играем мужиком, маньяком играем? Никакой войны нет, мы обычно семья, слышишь? Мы хотели спокойно жить своей жизнью Но ты разрушил эту мечту Фотографии, жучки, угрозы А теперь ты убил его, моего Не подходи, не смей Не подходи Они уже знают о тебе, они наблюдали за этим гдомом Тебе не позволят Тихо Нет Что ты творишь? Что же ты творишь? Провожу линию фронта Твою мать! Игра начинается самым кошмарным образом недели ранее Ооо, эти тизерные начала Когда самая жесть происходит, и мы такие Недели ранее Старые добрые времена Президент Картер дал комментарий касательно советской угрозы Ооо, это про те времена, да? Это опять ретро, да? Мы в ностальгии ударяемся Вспоминаем старые добрые времена Прекрасная графика Мне нравятся цвета Теплая картинка Интересно, сделано все очень хорошо Знаете, иногда даже я предпочитаю, чтобы графика была не супер реалистичной Но при этом она какую-то настрой несла Это типа как Outlast С каждой минутой у меня появляется все больше сомнений Да, уж будет трудно Но это ведь ты говорил, что хочешь выбраться из города, ощутить зов природы Это как в Зловещих Мертвецах Кто смотрел этот фильм? Всего на выходные, родная И на всю жизнь Как ты сказал, что мы уезжаем на всю жизнь? Чисто как в Зловещих Мертвеце начало И Outlast Серьезно, Эмма, мы не знаем никакой сегодня день, ни сколько сейчас времени Обхохочешься СМИ и так постоянно пугают нас ядерной угрозой Потом и речь Если я не разгадаю шифр Вся эта страна превратится в здоровенный ядерный Окей, Адам, хватит А с другой стороны, может эта развалина обрушится на нас раньше, чем Ребята Брежнева нажмут на красную кнопку Никакая это не развалина Этот дом тебе подарили родители Ты должен быть им благодарен Сам посмотри Выглядит даже лучше, чем на фотографиях О, ес Вот тут будет вся жесть происходить Наши вещи уже здесь Эти ленивые грузчики даже не удосужились дождаться нас Ничего, мы сами занесем внутрь Ты имеешь в виду, я буду заносить А ты команда... Да, я буду нарываться, а ты командовать И параллельно принимать душ Я не уверен, что не буду подглядывать Ну да, я же маньяк Я без недели как маньяк Знаешь ли ты Три часа в дороге и вот мы на месте Здесь кажется тихо и спокойно Может я наконец смогу сосредоточиться и расшифровать эти чертовы телеграммы Милый, не стой столбом Коробки сами себя не занесут Ебетч Проправочка Здесь было тихо и спокойно, пока не пришла Эмма Мы будем находить эти аудиожурналы, да, которые Ну, очевидно, оставили мы Но мы не помним, сфигали мы их оставили Итак, хоп-хоп-хоп Вас устраивает сенса? Мне кажется, можно было чуточку бы сделать Где у нас там управление? Ми-ми-ми-ми-ми Счастливительную мышу, да, мне кажется, на половинку можно спокойно Поле зрения оставить, принять Да Есть небольшие проседания с FPS Но я не знаю, что с этим поделать Единственное, что У меня вот очень сильно Да Я не тестировал просто игру до того, как зашел И начал записывать Давайте-ка Сглаживание Нет, погодите, это не сглаживание Размытие уберем Мне кажется, оно вообще не нужно здесь Вот Вот, не дурно, не дурно Хорошо, можем Спринтить Прыгать Опа Нажмите там, чтобы проверить диктофон Адам записывает разговоры и свои мысли о происходящем на диктофон Пробел Короче, эта игра явно вдохновилась от Лестом Ну, давайте послушаем В принципе, мы можем вращать А, ну да Еще и записки у нас тут будут Которых нету Милы, не стой столбом Коробки А Это нельзя прослушать Можно только посмотреть текст там Ясненько Нужно затащить коробки Окей, нужно затащить Нужно поставить коробку На стол наверху Ой Так Оооо Ой, мне вот это нравится Мне нравится вот это вот И спинумбры Система И амнезия Где этот стол Наверху Дорогая Куда ты делась вообще? Как ты мог Куда ты Куда ты свалила? Вот сюда Вот на этот стол Сейчас мы Оп Кстати, мы можем вращать ее Прямо на руках Так, поставлю Коробка на месте Пора красить стены Кажется, на чердаке Есть краска В смысле, коробка на месте А у нас же У нас же там много коробок было Ну ладно Остальное сама Эмма занесет Кстати, Эмма Нас прислежит Эмма Последние две игры Я заплатил Этим засранцам вперед Поэтому неудивительно Что они даже Не потрудились Поднять коробки на чердак В наше время Никому нельзя доверять Вот это самый отстой Да Я правда На себе это ощутил Люди Не хотят Ни хрена Делать Особенно в России В России с сервисом Вообще Жуть обстоят дела Особенно Если ты имеешь Дело со строителями С ремонтниками И так далее Вот никто Ничего не хочет делать Никто не хочет Сделать крутой сервис Потому что Это удивительно даже Когда ты делаешь Крутой сервис Люди Тебя порекомендуют Это Хорошо для твоего бизнеса Но у нас Почему-то Хотят все делать Таким образом Ни хрена не делая Получить бабло на лапу И забить Я не понимаю Как так Как Как мы до сих пор Так живем Перестаньте Делайте сервис Чтобы служить И обслуживать клиентов Это самое лучшее Это Это ключ к процветанию На мой взгляд Перевозки Саймон энд сонс Не обращайтесь В этот дерьмовый Саймон энд сонс Софт битчес Давайте все А можем еще вращать Тут есть что-то еще 670 баксов Мы заплатили Вот еще коробки Прикольно Что здесь можно Предметы Да Целую кучу предметов Можно перетаскивать Туда-сюда Нам нужно найти Путь на чердак Ха-ха-ха-ха Я буду крушить Маньячество уже Просыпается Во мне Удерживайте Мы можем Да ладно Здесь настолько все Библия Прощать Ей можно будет Убивать Врагов Ударом По башке Не то чтобы Там какой-то магией Это интересно Мне нравится Что здесь такое Взаимодействие С миром Слышите? О-хо-хо-хо Трость Прикольно Знаете Такая трость Чтобы Когда кто-то Неловкий Вышел на сцену И надо его Ужу брать Так храп Из-за кулисы Так за шею Эмма Открой дверь Открой дверь Эмма Сейчас будут топором И топор найду И буду А вот чердак Буду Here's Johnny А нет Вот для чего Эта штука нужна Я понял Хорошо Открывайся Открывайся Да блин Фак Значит он станет Замечательным агентом Родная Без случайно Черта чердак Не попасть Скорее всего Он в ящике Столовый Столовую Пошли в столовую Скорее Очень Очень прикольная Картинка Мне нравится Блин Зачем мы здесь Вообще Здесь ужасно А вот кстати Краска Красься Да ладно Тут Тут Столько всего Можно юзать Тут все Совсем можно Взаимодействовать Труба Нет С трубой нельзя Взаимодействовать К сожалению Окей Это столовая Это столовая Это по крайней мере Похоже Вот только ящик Тут не один Ну да Так Нет Пусто Столовая Я ничего не нашел Ой Прости Кажется Я оставил ключ В багажнике Как обычно You bitch You bitch Да блин Она закрыта Хорошо Где ключи От багажника Не понимаю А Вот он Так открывается Все Оп А вот и ключ Значит взять Го Есть Не верится Что в этом доме Скоро будут происходить Жуткие вещи И я буду их творить Как мне залезть Я не могу залезть Вы че А вот Наконец-таки Надо чтобы дверь До конца открылась О Можно еще выше идти А как присесть А Присесть На си Да вы че Офигели Кто это делает Это какой-то отстой Так Пригнуться Как пригнуться Как мне поменять Нельзя менять Реал Нельзя менять Сволочь Ладно Придется на си Пригибаться Гвоздодер Ты что здесь делаешь Может пригодиться Еще бы А здесь у нас топор Может пригодиться Стоп Я не могу его взять Я не могу взять его В инвентарь Ладно буду так С собой ходить С собой носить С собой ходить О Аккуратней С этой штукой Надо быть Очень аккуратно Когда Эмма Придет Я буду сидеть Здесь как ворон С топором Как голубь В общем я на гаже Ей на голову Окей Хорошо Что мне здесь делать Надо В чем Моя задача Коробка на месте Пора красить А нужна краска Краска вообще-то была И там Внизу В столовой была краска Стоп А это что такое Е Осмотреть Поверните Интересно Кому она принадлежала Моей Бабушке Или кому еще Пофигу Кому принадлежала Опа Бабушка любила Всякую фигню А ангел Может спит А может умер Бедолага Жизнь его не пощадила Сколько он здесь Пролежал Век Не меньше Стоп Смотрите Я Видите Она прорисовывается У него нет ног Видимо Кто-то уронил его Да не слабо Минутку Это кровь Или краска Ну нафиг Вот тебе по жопе Чертов ангелок Смотрите Это радио Что это Мне будет очень сложно Играть в эту игру Из-за того Что здесь Си управления Так А вот кажется Краска Опа А здесь что? Закрыто Ну ладно Ну мы в принципе Еще не все осмотрели Как мне кажется Еще вот краска Ааа Конская краска А что это? Ну-ка Нам нужно Применять усилия Погодите Эй Эй Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-да-давай Хм Что же там Клад Надеюсь Не порно-журналы Прадеда Нет Я надеюсь Что это именно они окей что же это отрывок из записок о гальской войне юлия цезаря помню мы проходили ее на латыни некоторые буквы выделены си инициалы юлия цезаря латиницы только почему здесь написано что не равны хорошо вы ребят иногда я читаю один текст а он начинает говорить и читается должен читаться другой текст поэтому читайте старайтесь я верю в вас это компас диск какое-то устройство для дешифровки а это как раз таки пазл до было написано что там си равно di или что там было написано ланы хорошо взять это устройство поможет мне расшифровать послание нужно разгадать шифр чтобы открыть ну ладно это я попозже секунду тут есть еще что-то бокс а коробка полная денег это забавно это ж это смешно блин тут даже ковер можно взять расселим в гостиной возле камина будем романтик там устраивать и играть в керлинг и красить друг друга это наш фетиш сэмой погодите тут что-то еще есть да так консервы перечница ничего больше нет окей давайте где наш инвентарь записке вот записка у нас есть мэйч и и амэйч мэйч пи эй амэч пи эй амэч пи эй амэйч пи эй амэч пи эй Это даже нет буквы Оу нигде Окей, хорошо Значит, это не сработает Судя по письму, J равно C А значит, первой буквой шифра должна быть... Секунду, погодите Я не силен в шифрах, если честно Если J равно C, да? Да? J равно C А, ну вот видите, здесь же два ряда Если J равно... Погодите, я ничего не понял А, вот, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Вот так должно быть, да? Только в какой последовательности? Сейчас, секундочку J, первая, видимо, должна быть, равно C Значит, вот это вот J И мы ее давайте на C Вот так А, ну я, конечно же, понял Ну, конечно же Все, молчать, тихо, молчать Нам же нужно обращать внимание на вот эти буквы M, H, P, A, O Значит, если мы выставили правильно Вот здесь вот J равно C То M, значит, нам нужно в первую очередь То M, это F Пробуем F здесь точно есть M, это F Окей Потом H, P Смотрим, что это за буквы H, это A И P Это I AI A I Отлично Мы разобрались Значит, дальше у нас A, O A Это T А O Это H Значит TH TH T Есть Ай, да я умен Расшифровыватель Ключ Что за ключ такой Взять И какая-то книжка Принадлежит Николасу 27 сентября 1864 года От Рождества Христова Вечер, почти ночь Вечер, почти ночь Вечер, почти ночь Раньше я никогда не ввел дневник Но говорят, это может помочь мне вернуть утерянные воспоминания Кроме того, письмо Проясняет разум Так проще отличать факты от собственных выдумок Вот, маньячная, какая-то стоит возле дома Сейчас будет ночь, да? Мы все ночи читали 27 сентября Ага, вечер Это мы читаем заново почему-то Но говорят, это может помочь мне вернуть утерянные воспоминания Да, кроме того, проясняет разум Ой, блин Вот это было неприятно Надо включить свет Так проще отличать факты от собственных выдумок У вас кончились спички Черт И вновь я дома, спустя 10 лет отсутствия Дом к моей радости совершенно невредим Отлично Другой крыши над головой мне сейчас нету Нужно зажечь свечи и осмотреться Так что мы подобрали спички Новая записка в дневнике Отца нигде не видно Но неужто 10 лет назад он спарился Не оставив никакой висточки Хорошо Дом производит странное впечатление Хотя он совсем не изменился В темных закалуках моего сознания Пробуждается страх Но причин я пока не понимаю Однако воспоминания должны вернуться в этом В этом меня уверили Может тогда я пойму, что произошло с моим отцом И со мной Так, смотрите Нажмите ТАП, чтобы прочитать дневник Николай записывает туда свои мысли И важную информацию Пробьет, чтобы продолжить Хорошо, у нас есть спички А это что? Что за предмет еще добавили? Керосин И можно заправить лампу Хорошо Это будет настоящий survival-хоррор? То есть нам нужно будет заботиться о припасах? Это что такое? Просто бумажка Окей А где Эмма? Я что-то не понял А, стоп Нет, нет, нет Вернись обратно Черт, я взял и зарасходовал спичку Просто так Твои же налево Это что такое? Это лампа Старая лампа Такой пользовался мой дедушка Когда работал в шахте Даже в те времена Она была раритетом Она считалась безопасной И в использовании Не только под землей Но и на поверхности Теперь же лампа просто ржавеет Хотя Еще работает и может мне пригодиться Я уверен, она тебе пригодится, дружище Еще керосины нашли А, нажмите, чтобы зажечь керосиновую лампу Да, детка Спички Короче, это будет очень важная вещь Держите контроль Чтобы приподнять лампу Или спичку Типа вот так О, прикольненько Так, это можно бросить Это можно бросить Это важно что-то бросить Говно какое-то Окна открыть на распашку Или лучше не надо? А это что? Посмотреть Итак, а, это опять эта штука Опять этот ангел Только кровь Как-то лучше вина В этот раз Однажды я разозлил отца И он кинул эту фигурку Мне в голову Кажется, ангел пострадал сильнее, чем я Ну, не знаю Ну, не знаю А это что такое? Фигня Почему я один эмо Здесь темно Зажгу свечи Но у меня нету спичек А, нет, у меня есть спички Хорошо Вот так вот По одной По одной свечечке Опс Допс Все, спички закончились А что за нагнетение? Вот с чего вдруг? Просто потому что мне страшно? Ой, блин Да ладно Что происходит? Что начинается тут? Что там у нас есть? А? Вы не пугаете меня, призраки Я у себя доба И мне не страшно Что-то как-то Громко Громко часы начинают, а? Что начинается-то, я не понял Так, забрать Нафиг Что еще есть? А это что такое? О, утюг Прикольно Эмма Эмма, пожалуйста Так, записка Фотка Мой отец и его партнер Несколько дней спустя После открытия Перитовой шахты Перитовой? Я не в курсе, простите Ну-ка, давайте мы ее посмотрим Читать Джейкоб Хайд и Джордж Уайтхед 4 апреля 1840 года Стоп, давайте По порядку открывать Свечки Вже О А мы можем вот так вот их соединять? Видимо нет Ну ладно Тихо, тихо Уйди, уйди Не мешай Предмет добавлен в инвентарь Что за предмет? Что это такое? Спички, спички А, это были спички, да? Получается Так Деван Кресло Давай В сторону Отлично Я не могу пройти Давай кресло Твою м... О, мы расстелили ковер все-таки Тебя Тебя можем пройти Знаете что? Знаете что? Стул Пошел Читай Вот так Чтобы зло не зашло Оно в дверь постучится Рано или поздно Я не готов Это Терпеть Затем мириться Вот так Стул Поможет мне спастись Как эти шумы Там есть кто вообще? Блин, как жутко смотреть в лес такой Ой-ой-ой-ой Не-не-не-не Не Я лучше закрою Вот так, да Хорошо А здесь у нас Читать Контракт о выкупе земли Свидетельство номер 12 Департамент земельных отношений Города Плейнфилд Штат Все, еще слишком темно Нужно зажечь побольше свечей Окей, сейчас все сделаю Нью-Гемпшир 39-й год 4 мая Настоящему удостоверяется Что в соответствии с законом Конгресса Принятом 18 января 1938 года И заглавленным закон об обеспечении Передачи публичной земли Фактическим поселенцам Джейкоб Хайт осуществил выплату В полном объеме 400 баксов 320 акров по цене Доллар 25 центов за акр И таким образом подтверждается Что при явлении данного свидетельства Комиссару главного управления земельных отношений Вышеуказанный Джейкоб Хайт Должен считаться Обладающим правом собственности На описанную выше землю Джон Мортон What the hell Джону пришлось доплатить Еще две сотни Чтобы все устроить Взятки Мой отец знал, что под землей находился Перит Но искал состоятельного партнера Чтобы открыть здесь шахту Тогда-то он и познакомился с Джорджем Затем отец построил гостиницу И какое-то время Дела шли в гору Хорошее было время Но боюсь Его уже не вернуть Любой старик Говорит о своем времени Как о хорошем Даже если оно было полным отстой Да? Примет добавлен Хорошо, давайте Нам нужно больше свечек зажечь Это я могу Эмма Эмма Блин! Что это было? Наверху Что там такое? О май гад О май гад Откройте дверь Я не могу пройти Эмма Эмма Ты кто? Ты ушиблась? Ой, неприятная фотка Почему глаза черные? Почему черные глаза? Эмма Свечки заж... О, спички Чемоданы не разобрали Нифига Хорошо, пойдемте Апстерс Мама Мама, Эмма Где ты? Эмма Буду бить по голове Если что О, свечки Зажечь Проклятый ветер Я же Затворял окно Какого фига? Какого фига? Ну, сейчас Вы видели? Кровь Тварь Эй Вы что здесь делаете? Это частная собственность О, нет Да кто это, черт возьми? Это дьявол Как ты правильно сказал Ой, я бы обосрался Ой, я бы обос... Закрывайтесь, пожалуйста Да закрывайся Вот Так, свечку поставить Так Да как поставить свечку? Знаете, что я думаю? Надо найти мою женщину, во-первых Женщина моя Где ты? Опа, я не могу открыть теперь Куда делась эта штука? За которой цепляться Эмма Что вообще происходит такое? Эмма Ты как? Как ты объяснишь это мне? Объясни это мне как-нибудь, Эмма Пока я не ударил тебя Да, блин Душ? Топ Итак Джейкоб и Николас 12 мая 843 года Поверните Чтобы Послание обнаружить О, неприятная фотка Че такая неприятная? Ой, что это было Он Отругал меня за то, что я корчил рожи И кривил спину Хотя, как видите Стоять ровно не мог Именно он Отец устроил мне взбучку Которую я Не заслужил Взять Может ты еще и здесь С этой стороны На заднем дворе Тусишь Хорошо, что ты не тусишь там То я бы испугался Окей Игра хочет, чтобы я вышел на улицу И пообщался с незнакомцем, да? Ну, ладненько Окей Конечно Ведь мы в Америке Мы можем защищать Нашу частную собственность Где мое ружье? Где мой топор хотя бы? Куда он делся? Блин, да куда угодно Здесь кустов повсюду И еще плюс темное Эй Вы еще здесь? Нужно проверить Он указывал на сарай Возможно, я что-то там найду Блин Чтобы убежать Нажмите шифт Окей, хорошо О, мама Молнии Молнии начинаются Странно, что я сюда Не сходил еще Вот за все это время Надо было это делать Днем Когда был день Что это я? Что это за звук? Это я шлепаю Осмотреть сарай Ой, что это? Блин, деревья Слушай, атмосфера просто убойная Мне очень нравится Дрова Утяжелит бочку Я не готов Такое таскать Бочка, пожалуйста Спасибо Как заправлять лампу? А, лампа Блин Ой, блин Не надо Все, все Не надо Пожалуйста Есть Мы это возьмем Окей, хорошо Разрезай Разрезай Есть Ты тут, мужик? Ну ты не можешь быть тут О, труп Куски трупов Это шляпа моего отца Бээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ местных. Вызванный в гостиницу помощник шерифа подтвердил факт гибели мужчины. На протяжении последних нескольких недель Джон Нортон считался пропавшим без вести. Мучитель проявил необычайную жестокость. У жертвы было перерезано горло. Потом по всему телу обнаружены многочисленные ранения и ожоги, свидетельствующие о подозрительных... о продолжительных пытках. Подозрительные пытки? Жестокое убийство здесь? Джон Нортон? Это имя где-то я слышу. Можно взять лопату? Можно взять лопату, например, нет? Может быть, если мы там возьмем лопату... Нельзя взять лопату, черт! Спички зато есть. А где подвал? В доме? Твою мать! Не хочется мне гоняться за этим бродягой глухой ночью. Пойду-ка я в дом. Вот именно. Разумно, блин. Какой ты умный мужик. Как, блин, разумно. А где наша машина, кстати, говорю? Где, блин, машина? Домой. Блин! Ты что, пошел? Я сейчас спичку зажег случайно. Бросить в него спичку! Бросить? Что я взял? Что у меня в руках? Сэр! Погодите, погодите, сэр! Сейчас я использую лампу этого. Керосин, спасибо. Лампа. А не включается! Что-то вращать надо здесь. Ой, блин! Вы запись в дневнике. Если я кому-то об этом расскажу, то меня запрут в психлечебнице. Что-то... Что бросать? Вращать? Да что за говно? О, погодите. Предметы. Старая лампа. У меня глюк случился, друзья. Вот, наконец-таки. Но все равно что-то тут надо бросать вращать. Слышите? Слышите? А я слышу! О, мой бог! Какая дверь? Эта дверь... А, она в другую сторону открывается. Стул тебе бесполезен! Почему ты не сказал, что открывается в другую сторону? Кто здесь? Кто на тромбоне играет? Хорошо. Осмотреть. Отец никогда не умел выражать свои эмоции. Но когда ему было грустно, он брал в руки этого ангела. Хорошо, что мне с этим сделать? Так будет вот эта вот надпись бросить вращать? Видимо, так и будет. Блин! У меня половник в руках! На! Я в рот тебе его засуну. Там будет невкусная каша. Что это? Хорошо, лампа. Я быстро отключаюсь от страха и начинаю снова исследовать. Я исследователь по натуре. О, свечка. Надо зажечь. О, свечка надо зажечь. А тут что есть? Нет, все нормально. Надену ему на голову кастрюлю, он охренеет. Кастрюля, пошли. От тебя... Ой! Не надо, не надо, не надо. У тебя морды. Это хороший прием, кстати говоря. Откуда вся эта кровь? О, господи. Почему я ни разу не спросил про свою девушку? Уйди, кастрюль, ты мешаешь. The blood. Where is the blood? О, кто там? Надо обойти. Надо, 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 надо преградить дорогу. Ты что там? Блин. Ой, блин. Ладно, это прям реально жутко. Я так понимаю, мне нужно туда? Я же хозяин дома, я должен оборонять его. Бутылкой, конечно же. Ё-твоё-моё. Твоё-ё-моё. Ой, что-то изменилось. Да, блин. О, свечку надо зажечь. Сейчас, 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 погоди. Я сейчас вызваю тебя. Если ты, конечно, просишь о помощи. Вот что это? Поднос. Сейчас, погоди, я не знаю. А, я потушил. Да, блин, всё, ладно, без свечки обойдёшь. Да, я не понимаю. Ладно, стул. Мешаешь. Кстати, я не могу прыгать сейчас почему-то. Это очень странно. Давайте уберём лампу. Может быть, без лампы я могу прыгать. Я не могу прыгать без лампы. А тут есть кто? Может быть, сверху? Эмма. Ты спишь? Самое время, блин, что-то сказать, Эмма. Ну, ладно, я понял, как надо идти. Я, конечно же, понял, как надо идти. Что это было? Ну, блин. Ой, ой, ой. Ой-ой-ой, ни хрена же не видно. Блин, ни хрена же не видно. Погодите. Керосин юзать. А! Майн гад. А, вот. Я здесь. Я здесь. Я здесь. Кто тут? Ой, меня в подвал тащат. Посмотрим, хорошая ли это идея. О! Ой, блин, мне всё. У меня мурашки по коже. Но я иду храбро. Смело. Давайте зарядим нашу керосиновую лампочку. По максимуму. Ну, ладно, конечно, не по максимуму, а половинку. Я экономный человек. Записи в дневнике. Это самое время. В подвале тоже кровь. Много крови. Жертва точно не выжила. Я пойду по следу, но от одной мысли, что я могу там найти, мне тошно. Лампа. Он сюда ушел. Чё-то тихо. Конь. Проверь. Проверь. Есть ли там кто-то опасный. Доложи потом мне об этом. Если будет опасность, говори. Проверь. Конь, это твоя кровь? Ты видишь что-нибудь? Ооо. Ой. Да что ж такое? Я, блин, все, на очки не могу, ребят. Я не могу. Нужны спинчики. Для уверенности. Керосины побольше. Закрыто. Я знаю, что тут кто-то был. Может быть, это Эмма просто угорает? Эмма, ты угораешь? Эмма. Эмма. Пригнуться. Все. Назад пути нет. Я знаю. Сейчас все будет завал. Выйдем мы хрен знает откуда. Нет, 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 нет. Я не хочу, чтобы меня убивали. Я не хочу. Рука. Хорошо, что ты кровь, а не другая. Другого цвета штука, субстанция. А то, блин, знаю. Как-то любят всякие хулиганы. Приходят в чужой дом и размазывать всякое. Так, надо подвинуть. Может, у моего отца были просто враги? Может, есть другой выход? Ну, конечно же. За картиной. Нет. А-а-а. Здесь что-то там тяжелое, да? Так. Вот. Толкаю. Совсем не тихо. Совсем не тихо было. Не могу открыть. Может, в моем чемпионате найдется что-нибудь, чем можно открыть, а выбраться из подвала. Окей, гоу. Нужно с проджавевшими лезвиями. Они очень старые, но до сих пор рабочие. Взять. Я взял. Для чего мне это? Это здесь не сработает. Но мне понадобится это потом. Мне мерещится? А что я увидел-то, Даш? Я не знаю. Я увидел только сам свой страх. Бояться нужно только самого страха. Конь! Ты жив? Вставай на ноги, поднимайся, бро! Да, ты бесполезен. Мне нужно выбраться из подвала. Да что это за звуки ты издаешь? Все, стой, стой. Гордо. И свисти или... Блин! Ой, мама! Что это? Какого хрена? Что за щупальца? Что за чертовщина? Похоже на корни. Нужно избавиться от них. Прежде чем уходить из подвала. Конечно. Ну его нафиг. Корни. Кровавые корни. Они с кровью. Слушайте. И в Обзервейшене были корни. Нифига себе. Эмма и корни. И это все одна и та же вселенная. Это как продолжение Обзервейшен. Наша Эмма вернулась. Помните, она в конце что делала? Ну, если вы не смотрели, то посмотрите. Не буду говорить. Он наверху. Что ему надо? Пойти по кровавому следу. Ух. По стене что ли прям? О, спасибо. Убрал. Убрал шкаф. Очень предусмотрительно. Чтоб я за ним пошел. Он мне хоть... Блин, да чтоб тебя. Что он хочет мне показать? Керосин. Давай. Наливайся. Мне нравится игра. Очень крутая игра. И надеюсь, что он тоже. Дай, чтоб тебя... Тебе кровавый... Вот он, кровавый след. Кто-то порылся в моем чемодане? Ключ. Понятия не имею, зачем я взял его туда, где провел последние 10 лет. Я даже не помню, от какого он замка. Слушайте, ну сатанизм прям начался убойный. Сходу. Канделябр. Нет, нет. Ты кто такой? Вы кто такой? Мистер, позвольте. Отойните, слышите меня? Держите с меня подальше. Ой, свыть, он неприятный. Страшнее гораздо, когда тебя заставляют самого заходить. О, нет, он идет. Бросить, вращать. Что же выбрать из этого? Вот если бы нам дали самим зайти, я представить не мог, что старый дом моих родителей, куда мы с Эмой решили приехать, переехать таит столько секретов. Я нашел на чердаке под половицей дневник некого Николаса Хайда. Пока я читал его, меня бросало в дрожь. Не знаю, что происходило... Не знаю, происходило ли эти жуткие события на самом деле, или это все бреднее того самого Николаса. Не понял. Что это? Черт, а остальные страницы кто-то вырвал. Не понял. Я не понял. Странно, я был на чердаке, и... Нужно показать дневник Эмми, вдруг заинтересуется. Я не понял. Я не понял. А-а-а! Мы читали дневник мужика! Я понял теперь, наконец-таки. Боже ж мой. Боже ж мой, коробка, не мешай. Еще я все трогаю, все, отстань, 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 отстань. А что, не открывается до конца? Давай, открывайся. Да-а-а! Да-да-да-да-да-да. Мы просто дневник мужика этого читали. Эмма, а ты где? Ты в душе все еще? Не понимаю, где она? Где твоя? Where are you, bitch? Понимаете. Может быть, она здесь? Эмма. Так, здесь мы не пройдем. Родная, ты не поверишь, что я тут нашел? Эй, Эмма. Ты меня слышишь? Эмма. Эмма. Я звала тебя, но ты никак не реагировал. Где ты был? Я раскрыл по чердаку и нашел вот это. Кстати, электричества нет. Дневник, эээ, что? Похоже, сломался предохранитель. Будь лампочкой. Лапочкой, сходи и потом... Будь лампочкой. Здесь нужно вести порядок, и чем раньше мы этим займемся, тем лучше. Но ты и сам это понимаешь, верно? Эй, ну полегче. Полегче, женщина. Это как-то, ну это... Я же тебя выгоню нахрен отсюда сейчас. Где там были мои ножницы, отрубающие головы? Что ж, друзья, вот такая вот игра. Мы сделали пробный забег. Что вы о ней думаете? Мне кажется, это будет просто убойное приключение. Очень стрёмное, потому что я прям реально покрывался мурашками в некоторые моменты. И я поэтому старался немножко придуриваться, чтобы хоть как-то в равновесии внутри сохранить. Потому что я не хочу, поэтому снова заходить в эту игру и такой, что-то не хочется играть, что-то не хочется. Не дай бог вам еще и понравится, вы будете требовать ее постоянно. Короче, если вам понравилась игра, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, ставьте колокольчик, не забудьте про мои соцсети, они все будут в описании. Ну, а мы прощаемся с вами до следующего видоса. С вами был Юджин, и всем страшную щепетюль, вы готовы? Раз, два, три и пять!